Сейчас, сейчас, сейчас мы поедем после того, как проверим звук. Что-то с трансляцией, по-моему, не то. Окей, наконец-таки. Итак, сегодня мы будем обозревать мои клоны. Да, то есть многие пишут мне, чувак, докажи свою оригинальность своих продуктов. Ну, на самом деле, у меня действительно клоны, то есть... Я даже сделаю вот так вот. То есть давайте я пока что поговорю с вами своей головой. То есть у меня действительно клоны. И в этом и вся проблема. То есть я завел всю эту PR-компанию именно для привлечения проблемы. Проблемы к вейпингу, то есть проблемы ценообразования, проблемы рынка, проблемы... Не знаю, проблемы всего. И проблема даже в том, что ты просто не можешь найти оригинальный продукт и тупо покупаешь сратый клон. Из-за этого, конечно, корит пукан и приходится делать всякие разные видосы. То есть, согласитесь, такое не нравится вообще никому. То есть это полная фигня. И как бы в этом все... В этом весь вейпинг. В этом все проблемы. И вот это вот коротенькое видео, я надеюсь, что оно будет коротенькое, я сделаю его и обозрею свои клоны. И попробую наметить какие-то некие пути по... Ну, чтобы вы могли сами оценить, клон у вас в руках или нет. И смогли бы, ну, я даже не знаю... Вот конкретно к Эльтандору и конкретно к Баттлтеку... То есть смогли бы сами в будущем сделать выводы, то есть смотря на этот продукт. То есть я надеюсь, вам это просто поможет определять, клон это перед вами или нет. Вот, и... Вот, и начнем, значит, мы... Начнем обозревать наш клон. То есть вот этот Эльтандор, то есть сразу видно, что это клон, потому что, во-первых, у оригинала коробка на самом деле квадратная. Из дерева, и на ней написано большими буквами Эльтандор. То есть тут даже шрифтовка какая-то, ну, не очень. То есть так отблескивает дешево. И это не дерево, а это какой-то пластик. То есть это вот сратая пластиковая какая-то коробочка. То есть абсолютно сразу видно, что это клон. То есть здесь вот какой-то непонятный чертеж. Чертеж пропечатан плохо. И кажется, я вижу здесь ошибку. То есть тут написали латунь. Я не знаю, как бы вам это показать, но тут латунь написано. То есть не через А, а через О. О, это, конечно, удивительно. Ну, то есть, ну, сразу на клонах видно, что, возможно, мы тут еще какие-то ошибки в тексте найдем, потому что это делают китайцы. Но, в принципе, то есть я заранее подготовился, посмотрел эту бумажечку, уже заранее открыл все вот это, поэтому я знаю, что тут написано латунь. И это единственная буква У, которую я тут нашел. Вот, ну, вы поняли. Первое, это ошибки в тексте и плохое качество изготовления, потому что вот эта вот коробочка, она просто отвратительная. То есть вместо даже магнитика, да, то есть магнитика, чтобы вот это вот магнитилось, у нас тут просто вот какая-то штука, которая перетягивается, и она вообще ничего не держит. То есть даже этот товар, он не защищен, защищен, но никак от того, что его просто откроют и вложат сюда клонированный литандр, например. Ну, то есть, ну, ну, вы понимаете, то есть вот это китайский продукт. Настоящий продукт, он в хорошей, качественной коробочке, он в хорошей, качественной, и, я не знаю, там на примере вот этой вот жишки, то есть посмотрите, как выглядит. То есть сразу видно, что это офигенский оригинал, потому что, ну, это просто офигеть не стать. Вот так все это выглядит в металлической банке. Просто, просто шикарно. Вот здесь мы сразу видим, что, ну, это самый настоящий клон. Вот это вот клон. Возможно, тут была какая-то еще бумажка, но, наверное, я потерял. Дальше мы видим вот такую вот штуку, сразу видно по качеству ее изготовления. По качеству ее изготовления. Надеюсь, сейчас она все-таки приблизится. Но, походу, дела нет. То есть здесь какая-то непонятная штука. Я вообще не знаю даже, из чего эта проставка. Ну, наверное, она из меди, но... А может, из латуни, ну, не знаю. То есть такой какой-то всратый дешевый пластик. То есть здесь мы видим в дырочках какой-то мусор. То есть это типа газоотвода, или я не знаю, что это. Но тут видно просто какие-то... Я даже не знаю, как бы это показать своим всратым грязным ножиком. То есть здесь видно какая-то вот такая вот... Какие-то такие пластиковые, какие-то штуковины. И вообще на ощупь это напоминает спрессованный пакет, если честно. Вот есть этот пластик. То есть это даже не хороший пластик, типа там... Этого пенопласта, как он там называется-то. То есть, ну... Короче, вот это вообще оставляет желать лучшего. Потом вот такая вот толстая проставочка. У оригинала... Оригинала... Одна из этих проставочек... То есть у оригинала, во-первых, одна проставочка. Пластиковая одна проставочка. И в неё вставляются две металлических. То есть по очереди ты можешь либо одну металлическую выбрать, ну... Которая потолще, либо ту, которая потоньше. Здесь же у китайского клона две... Две пластиковых проставочки. С разной толщиной вот этого вот контакта. Который здесь видно, что он подгорел. Ну, оно и понятно, потому что это клон. Поэтому здесь медное напыление. Я думаю, скорее всего, это просто алюминий. И никакая-то не медь. Или какая-нибудь стальная железка с медным напылением. Ну, в общем, вы понимаете. То есть даже... Отличается... Отличается от оригинала комплектация. Она просто отличается в худшую сторону. То есть вот эта вот пружинка, да, которую я случайно по своей глупости вытащил. И потом я задолбался её вставлять, потому что она не... Она вставлялась под углом. То есть пружинка это просто оттаз. Я наверняка уверен, что в оригинальном Эль Тандере пружинка более качественна. А то и вовсе там хорошие неодевые магниты. Ну, скорее всего, потому что в нормальных модах хорошие неодевые магниты. Вот. Ну, то есть это логично. Неодевые магниты в моде за 8000. Вот. В клоне же китайская... Вот китайская... Ну, вот эта вот ерунда. Ну, сама кнопка, сами видим, что изготовление кнопки просто отвратительное. Тут у нас какие-то коцы есть. Блин, упала. Фрезеровка просто-просто китайская. То есть сразу видно, что это клон, судя по фрезеровке. Как бы кнопочка уже начала подстираться. Камера не хочет фокусироваться. Но тут просто не на что смотреть. Дальше мы смотрим вот эту вот трубку. Но трубка сразу видно китайская, потому что внутри она обработана плохо. Мы видим конусность. Видим резьбы. То есть это такие... Ну, это просто металлическая... То есть просто латунная грязная трубка, которую не имеет смысла полировать. На которой непонятно, куда именно смотреть. Откуда тут... То есть вот-вот сразу видно, вот в китайском продукте. То есть ты даже не можешь оценить, что именно тут могло бы быть стоить... Ну, могло бы стоить 8000, потому что, ну... То есть когда смотришь на это, то понимаешь, что это стоит там полтора рубля. И этот клон, он стоил полтора рубля. И это естественно. То есть вот за такую вот отвратительную упаковку с каким-то шнурочком, за иную комплектацию, чем у оригинала. То есть больше полтора рубля заплатить невозможно. Ну, юбка это... Я бы, конечно, показал качество резьбы, но у меня не получается. Просто у меня что-то вебка не того. Вот. Такой какой-то полустальной дешёвый звук был. Ну и вот так вот мы всё это закручиваем. Опять же, закрутить достаточно тяжело с первого раза. Потому что резьбы друг в друга не попадают. И получается полная херня. Ну, как-то вот, как-то так. Дальше вот смотрим по батлтеку. Ну, у меня тут намотка, поэтому... Ну, я снимать её не буду. Это я вчера покупал себе... Или когда я там был-то на этом вейп-тусе. Покупал себе намоточку за 350 рублей. Вот такую толстенькую. Да, она, кстати, реально вкусная, но она чудовищно греет. Вообще весь этот клонированный мод. И 4 витка не влезло, пришлось один срезать. Короче, в итоге пришлось её убирать, потому что всё греется. Ну, вот сразу смотрим. Первое. То есть, это китайский продукт. Видимо, у китайца плохо с математикой. Здесь пин. Посмотрите, как он выпирает. Что с ним за херня? То есть, пин просто выпирает, как у самого настоящего китайского продукта. То есть, что, что это? Сколько здесь миллиметров? Тут, наверное, миллиметра 4 выпирающего пина. Сейчас мы посмотрим на то, как должен выглядеть нормальный пин. Вот так выглядит нормальный пин на нормальной фобии. Ах ты ж, блядь, говно упало. Ну, всё, поднял. Зашкварился. Это то же самое, как поднять мыло. Вот смотрите. Да, вот нормальный выпирающий пин. И ты закручиваешь его в свой мод, и у тебя никаких проблем. Сразу видно вот этот блеск, золото, обработка. Вот эти миллиарды гравировочек. То есть, вот отсюда складывается цена. То есть, на вот этот вот знак черепа. На вот этот великолепный дриптип. И, естественно, нижние стойки. И какая-то у меня тут где-то намотка стоит. Ну, как и все мои намотки. То есть, и смотрим сюда. Что мы тут видим? Мы видим, что этот чудовищный выпирающий пин. Что не так с математикой? Серьёзно. Вы купите фобию, китайцы. И посмотрите, как должен выглядеть нормальный пин. Что это? Что это такое? Дальше мы видим диаметр. То есть, это 20, я не знаю, сколько тут миллиметров. Но она просто узкая по сравнению с этой же фобией. Вы бы гляньте. То есть, китайцы на батлдеке. Они решили сэкономить металл. Посмотрите. Вот они решили сэкономить металл. И сделали его узкой. С какой-то чудовищно ужасной ванной. То есть, у оригинала 20, я не знаю, сколько там. 3,5 миллиметра или типа того. Тонкие стенки. Потому что вот эти вот стеночки, они тонкие. Должны быть у оригинала. Вот эти вот стеночки. Потому что это говорит о качестве производства. То есть, на фрезерном станке возможно выточить тонкие... Ну, как бы... Ну, как это сказать-то? То есть, сделать тонкую работу. Здесь мы видим какая-то толстенная стенка. Выпирающий пин. Потому что у китайцев что-то не так. Какая-то отвратительная гравировка. Которую... Такое чувство, что кто-то карандашом просто нанёс. Ну, просто-просто пипец какой-то. И, соответственно, китайский вот толстенный батлкэп. С очень толстыми стенками. И, как бы... Нормальный батлкэп, он тоненький. И у него более глубокая гравировка. Ну, и вообще он... То есть, он, короче, нормальный батлкэп другой. И вот из-за такого вот толстенного пина это целая проблема. То есть, закрутить... Закрутить вот эту китайскую хрень. Вот в наш клон. Но, поскольку это клон. Один клон и второй клон. Поэтому у нас кое-как это получилось. То есть, вот так вот мы кое-как закручиваем это всё. И... Ну, вроде как работает. Конечно, если бы это был оригинал. То было бы вкуснее. Пару было бы больше. Оно бы жарило лучше. Ну, и вообще, это было бы более круто. Но, так как это всё клоуны. То есть, ну, мы видим. Ну, что это? Вот это, вот это что? Вот это вот упаковка оригинального меха. Да я вас... Да, ну, вы не смешите. Это какая-то прессованная... Не знаю, какой-то деревозаменитель дешёвый, прессованный. Блин, да тут это даже шнурочек. Он даже не прикручен никак. То есть, он... Блядь, он просто тупо отваливается. Это же вообще пипец какой-то. И вы... Ну... Ну, то есть, я и не претендовал на то, что это оригинал-то на самом-то деле. Ну, вы сами видите. Ну, что это? Вот не то что. Вот сейчас мы посмотрим. Давайте вот сейчас... Я чуть-чуть отойду и... И я обещаю, что видео не будет длинным. Вот последние пару минут посмотрите и не выключайте. Так, давайте посмотрим. Вот. Вот как выглядит качественный оригинальный продукт. Смотрите. Не клон. То есть, меня обманули, в общем, в магазине. Или я сам себя обманул. Но... Смотрите. Это нормальная коробка. Стильная, качественная, красная, крутая коробка. С двумя вот этими вот юбочками. Не знаю, как они называются. Дальше, что мы смотрим. Здесь есть книжечка. Здесь есть... Я не знаю, что это такое. Здесь есть какой-то серийный номер, который можно самому вести. Здесь... Сейчас, подождите. Я забыл, как он открывается. Здесь есть куча орингов, отверточка и другие винты из клонг-пин. Вот он, он, этот сконг-пин. Вот так вот выглядит комплектация хорошего, качественного продукта. Вот так это выглядит. Это много бумаги. Красивая пластиковая коробка. Никакого тебе кожезаменителя и какого-то дурацкого дерева. Дополнительная дрипка или как она там... Юбка. Ну, короче, от которой я, кстати, взял и дриптип. Потому что это единственное оригинальное в этом сете. Это дриптип. Он, наверное, в этом самый дорогой в этом сете. Вот. Вот это вот так вот можно закрыть. Да, как можно закрыть вот это, я не понимаю. Это можно только замотать и, не знаю, связать на узел, а потом взять ниток и еще это все сверху нитками обмотать, чтобы оно все не расчехлилось. Просто отвратительно. То есть мы вот можем так взять и положить дрипочку, чтобы она у нас под ногами не валялась и мы на нее не наступали посреди ночи. Вот. 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 Вот я думаю... Я думаю... Давайте сейчас я снова камеру на себя поставлю. Вот. Я думаю... Я думаю, что это было достаточно полезно. Я надеюсь, это было очень быстрое видео. И вы поняли, как определять клон. Ну, вы посмотрите на это. Это что такое? Вот. Это что, штамп, что ли? То есть вы не могли сделать нормальную печать в клон. Клон. То есть я надеюсь, это было полезно. Полезно. То есть качество продукта, его видно сразу. Качество продукта видно сразу. То есть клон сразу видно. Это не тот металл, не те резьбы, не те толщины, там, ошибки в тексте. Там, типа, ну, как наши Adidas, там, Apibas и всякое такое. Какие-то серийные номера, там, которые из воздуха взяты. То есть тут тоже есть серийный номер. Где-то он вот тут напечатан серийный номер. И непонятно, что с ним делать, потому что это полная ерунда. Вот. Ну и, конечно, это по вкусу и парит оно как лун, и жарит оно как лун. Вот. Надеюсь, это было вам полезно. И надеюсь, в следующий раз вы не лоханетесь, как я, и не купите себе клоны. И будете внимательно выбирать, и, по крайней мере, уж L-Thunder. Сейчас, еще, еще, еще самую минутку. Сейчас, подождите. Я, я же сфотографировал, как выглядит оригинальный набор L-Thunder. Я же сделал фотографию. То есть я специально пошел на VpExpo и сделал фотографию того, как выглядит оригинальный набор L-Thunder. Вот. Вот я сфотографировал. Вот здесь сразу видно. Это оригинальный набор L-Thunder. Во-первых, посмотрите вот сюда, да. И теперь посмотрите сюда. Сейчас, если камера начнет фокусироваться. То есть посмотрите на вот этот вот серый кусок китайской латуни. И на то, что L-Thunder на самом деле он блестящий, красивый и всякое такое. Теперь гляньте сюда, что это же китайская флота. Вот. Посмотрите на то, что L-Thunder должен быть белым. На его комплектацию. То есть она совсем иная, нежели вот в этом клоне. То есть она другая. Тут другое количество проставочек и всякое такое. Тут другая пружинка. То есть тут даже по фотографии видно качество дерева. Оно абсолютно другое. То есть, ну... То есть оно абсолютно другое. Я... То есть это просто очевидно. Это очевидно, что... Что клоны отличаются от оригинала и абсолютно не в лучшую сторону. Они... Ну, это же вообще пипец какой-то. Поэтому я реально не понимаю людей, которые парят клоны. То есть именно из-за качества, из-за комплектации. Вот это, вот это продукт. Вот это продукт. Фобия. Вот что является продуктом. И не понимаю людей, которые топят за это. Так, я начинаю делать видео длинно. Поэтому вот спасибо всем, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Делитесь своими мыслями. Пишите что-то в комментарии. Я обязательно отвечу. Потом сделаю еще ролик на то, как я ответил вам на ваши комментарии. И всякое такое. Но вы меня знаете. То есть... Как бы большое вам всем спасибо, ребята, за то, что вы смотрели это видео. И как бы писали в комментариях и всякое такое. И даже если вы ничего не делали, все равно вам спасибо. То есть сейчас лето и надо быть на позитиве. И неважно, сделали ли вы что-то хорошее. Или может вы по жизни мудак. Конченый. Все это херня. Потому что все вы катаны. И всех я вас люблю. Как себя собственного. И не хочу, чтобы кто-то парил клон жижек. Клон клонов. Какие-то, не знаю, трубки за 8 рубасов. Которые того вообще не стоят. Потому что... Какого хера, бля. Велосипед стоит 8 рубасов. А тут сраная трубка. Стоит 8 рубасов. То есть... И не хочу, чтобы вы и дорогие оригиналы покупали. И дешевые клоны. Я хочу, чтобы все было доступно. И в пределах адекватных ценников. Вот. Как-то так. Как там этот знак вейп нация. Мазафака. Всем добра и позитива, ребята.